Книга пророка Иеремии, глава пятая «Обойдите улицы Иерусалима, — говорит Господь, — посмотрите и узнайте, сходите на площади, поищите. Если найдете хотя бы одного человека, кто вершит правосудие и ищет правды, то я прощу Иерусалим. Хотя они и клянутся словами «Жив Господь», ложны их клятвы. «Господи, глаза Твои неправду ли жаждут увидеть? Ты наказывал их, но они не жалели о сделанном. Ты сокрушал их, но они не внимали уроку. Неколебимы они в грехах своих, тверже камня, и раскаяться не желают. Я подумал, но ведь это бедняки, ведут они себя неразумно, потому что не знают пути Господнего, повелений Бога своего. Я к знатным пойду и с ними поговорю, ведь они знают путь Господень, повеления Бога своего. Но и они сломали ярмо закона, разорвали цепи. Потому нападет на них лев из леса, волк степной их в клочья разорвет. Барс, что рыщет вокруг городов, растерзает всякого, кто выйдет оттуда. Бесчисленны преступления их, бесконечно их вероломство. Как мне простить тебя, сыновья твои оставили меня, клянуться теми, кто вовсе не боги. Я досото кормил их, а они по-прежнему оставались мне неверны и в блудилище ходили толпами. Они подобны жеребцам холеным и похотливым. Каждый вожделеет жену своего соседа. Как мне не взыскать за это, вопрошает Господь, и народу такому, как этот, могу ли я не воздать по заслугам? Пройдите по виноградникам столицы и вырубите их, но не до конца. Отсеките ветви их, ибо они уже не принадлежат Господу. Ведь они вероломно поступили, предали меня, род Израиля и род Иуды. Это Господа Слово. Они говорили, что Господь не вмешается. Заявляли, ничего Он не сделает, не придет на нас бедствие. Ни меча, ни голода мы не увидим. Пророки эти ветру подобны, и нет у них слова Господа. Пусть все это зло их постигнет. Потому так говорит Господь, Бог воинств, за их дерзкие речи, я обращу слова мои в устах твоих в пламя. А народ сей дровам уподоблю, и огонь поглотит их. Смотри, род Израиля, говорит Господь, я пошлю против тебя народ издалека, народ выносливый, народ древний, народ, языка которого вы не знаете, и речи его понимать не будете. Колчан его, как могила отверстая, все стрелы его, воины сильные. Поглотят они урожай твой и хлеб, сыновей твоих и дочерей, овец твоих и коров, поглотят виноградники твои и смоковницы, разрушат мечом укрепленные города, на которые ты так полагался. Но даже и в те дни я не истреблю их окончательно. Это слово Господне. И когда спросят у тебя, за что так поступил с нами Господь, Бог наш, ты ответишь им. Вы оставили его и стали служить чужим богам в своей земле, потому и будете служить чужеземцам в чужой стране. Возвестите это роду Иакова, поведайте в Иудее, выслушай это, народ безрассудный и безумный. Есть у этих людей глаза, но они не видят, уши есть у них, но они не слышат. Неужели меня они не боятся? Вопрошает Господь, и передо мной не трепещут. Песок прибрежный я сделал границей моря, пределом вечным, которого оно не приступит. Рвутся волны из берегов, не одолеть им предела, ракочут неистого, не переступят его. У народа же этого сердце упрямое и мятежное отвернулись от меня и пошли своим путем. И не сказали про себя, убоимся Господа, Бога нашего, посылающего в свой срок дожди осенний и весенний, и установившего для нас недели урожая. Беззакония ваши лишили вас этих благ, и грехи ваши отнимают их у вас. Есть среди народа моего люд нечестивый, прячутся в засаде они, как птицеловы, ставят ловушки, на людей охотятся. Как клетка полна птиц, так дома их полны коварства, потому превозносятся они и богатеют. Разжирели они, залоснились, злодеяний их не счесть, не вершат они суд праведный, дело сироты в его пользу не решают и по справедливости бедного не судят. «Могу ли я не взыскать за это?» вопрошает Господь. «И народу такому, как этот, могу ли я не воздать по заслугам?» Творится в стране этой нечто ужасное и мерзкое. «Пророки изрекают ложь, священники правят рукой железной, а народу моему все это по душе». Что же вы будете делать, когда наступит конец? Глава шестая Ради спасения жизни своей покиньте Иерусалим, о потомки Вениамина. Пусть трубят в рог в Текоа, пусть подадут сигнал огнем из Беткерема, потому что с севера надвигается беда и великое разрушение. «Погублю я дочь Сиона, прелестную и изнеженную. Приведут к ней пастухи свои стада, шатра вокруг нее разобьют, каждый устроит пастбище в своих пределах. К сражению с ней приготовьтесь, готовьтесь, выступим в полдень. Беда нам, день уже на исходе, уже пали вечерние тени. Готовьтесь, ударим ночью, разрушим ее дворцы». Так говорит Господь воинств. Срубите деревья и соорудите осадный вал перед Иерусалимом. Я взыщу с этого города, в стенах его одно лишь насилие. Как вода пребывает в колодце, так умножились злодеяния в городе. Доносятся оттуда крики, насилие там и грабеж. Я вижу боль и раны в Иерусалиме постоянно. «Одумайся, Иерусалим, чтобы я не отвернулся от тебя с отвращением, не превратил тебя в развалиной, в землю необитаемую». Так говорит Господь воинств. Собери всех, кто уцелел в Израиле, как сборщики собирают виноградник. Все до последней ягоды. Еще раз бережно пройдись рукою по ветвям. Кому мне обратиться? Кого предостеречь, чтобы они услышали? Глухи они и внимать не способны. Слово Господа у них в презрении, нет в нем для них отрады. Потому преисполнен я гневом Господнем и не в силах его сдержать. И злей же его на детей, на улице, на собравшихся вместе юнцов. Прольется он и на мужчин, и на женщин, и на пожилых, и на убеленных сединами. И дома их достанутся чужим, и жены их, и поля. Ибо простираю я руку свою на жителей этой земли. Это вещие Господа, Слово. Ибо все они, от мала до велика, жаждут прибыли неправедной. Каждый от пророка до священника поступает по лжи. Не родивы они к врачеванию ран народа моего. Мир, мир, говорят они, тогда как мира нет. Творили они постыдное и мерзкое, но не стыдились, и никто не заставит их краснеть. Потому падут среди погибающих, и когда буду я взыскивать с них, не устоят, говорит Господь. Так говорит Господь. «Выйдите на дороги, оглядитесь и разузнайте о путях древних. Где та дорога, что к добру ведет? Идите по ней и найдете покой своим душам». Но сказали они, «Не пойдем». «Я поставил над ними стражей призывающих, прислушайтесь к звуку рога». Но они отвечали, «Не станем». Поэтому послушайте племена, узнай народ, какая участь их ждет. «Слушай и ты, земля». Вот навлеку я бедствие на этот народ, плод их замыслов злобных, потому что они не внимали слову моему и закон мой отвергли. «К чему мне принесенный тобой ладан из шивы и тростник благовонный из далекой страны? Все сожжения твои неугодны мне, жертвы твои неприятны мне». Поэтому так говорит Господь, «Вот я поставлю на пути этого народа преграды, споткнутся о них и отцы, и сыновья, погибнут и сосед, и ближний его». Так говорит Господь, «Смотри, народ идет из страны северной, племя великое поднимается от края земли. Руки воинов крепко сжимают копья и луки, свирепы они и безжалостны. Крики их, как ревущее море, на лошадях скачут. Вооружены они, как воины перед битвой. Против тебя, дочь Сиона, идут». Мы услышали эту весть и опустились руки. Страх объял нас, пронзили боли, как уроженницы. «Не выходите ни в поле, ни на дорогу, так, как повсюду враги с мечами. Всех страх объял». горе тебе, о дочь народа моего, посыпав главу пеплом, в рубище облекись. Скорби, как о единственном сыне, горько рыдай, ибо внезапно обрушится на нас враг-губитель. «Я поставил тебя, пророк, испытать на прочность народ мой и переплавить, как переплавляют руду, узнать и определить пути, которыми он следует». Все они, упрямые мятежники, постоянно клевещут, железу и меди подобны, поступают порочно и бесчестно, раздувают вовсю кузнечные мехи, свинец истлел от огня, напрасно усердствовали и плавили, ведь зло так и не выплавили. Назовут их отвергнутым серебром, ибо Господь их отверг. Псалтирь Псалом 95 Пойте Господу новую песнь, пой Господу вся земля, пойте Господу, славьте имя его, и за дня в день возвещайте Спаситель он наш. Поведайте народам о величии его, всем племенам о дивных делах его, ибо Господь велик, и прославлять его должно, почитать превыше богов всех. Истуканы бездушные, все боги народов, а Господь небеса сотворил. Величие, великолепие вокруг него, в осветилище его сила и слава. Признайте величие Господа народы, признайте славу Господа и его могущество, признайте славу имени Господа. Идите во дворы его, неся приношения свои, великолепие святости, Господу поклонитесь. Да трепещет пред ним вся земля. Скажите среди народов, Господь царствует, потому и мир стоит твердо, неколебим он. Бог будет судить народы по справедливости. Да радуется небо и ликует земля, пусть шумит и море, и все, что наполняет его. Да торжествует поле, и все, что на нем, и все деревья в лесу ликуют пред Господом. Грядет он, грядет судить землю, он будет судить мир по справедливости и народы в верности своей. Евангелие по Матфею Глава 17 Через шесть дней Иисус взял Петра и Акова и брата его Иоанна и повел их одних на высокую гору. Там весь облик его изменился у них на глазах. От лица его исходило сияние, словно от солнца, А одежды его белизной лучились как свет. И явились им Моисей и Илья. Они беседовали с Иисусом. Тут Петр сказал ему, Господи, хорошо нам здесь, если хочешь, поставим мы на этом месте три шатра, один тебе, Моисею другой, и один Ильи. Он еще говорил, когда вдруг покрыло их сияющее облако. И раздался из облака голос, это сын мой возлюбленный, в нем радость моя, его слушайте. Услышав голос, ученики в страхе упали ниц, но Иисус подошел и, коснувшись их, сказал, вставайте, не бойтесь. Подняв глаза, они никого уже, кроме Иисуса, не увидели. А когда спускались они с горы, Иисус наказал им, никому о явленном вам не говорите, пока Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Ученики спросили его, почему тогда книжники говорят, что сначала должен прийти Илья? Илья, ответил он, действительно, должен был прийти и все восстановить, но скажу вам, что Илья уже приходил, однако его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Предстоит пострадать от них и Сыну Человеческому. Тогда поняли ученики, что говорил он им об Иоанне Крестителе. Когда они вернулись к людям, подошел к Иисусу человек и, упав перед ним на колени, сказал, «Господин мой, смилуйся над сыном моим. У него подучее, и он сильно мучается, часто бросается то в огонь, то в воду. Я привел его к ученикам твоим, но они не смогли его исцелить». «О неверующий и развращенный род людской!» воскликнул Иисус. «Долго ли мне еще с вами быть? Долго мне еще вас терпеть. Приведите его сюда ко мне». Иисус повелел бесу, и тот оставил мальчика, который в тот же миг стал здоров. Позднее, когда Иисус остался один, ученики подошли к нему и спросили, «Почему же мы не смогли изгнать его?» «Слишком мало веры у вас», ответил он им. «Воистину, если вера ваша будет хотя бы зерно горчичное, и вы скажете этой горе «Передвинься отсюда, туда», она передвинется, и не будет ничего для вас невозможного». Когда Иисус был вместе с учениками в Галилее, Он сказал им, «Предан будет Сын Человеческий в руки людей и убьют его, а на третий день Бог воскресит его». Глубокая печаль овладела тогда учениками. Когда пришли они в Капернаум, к Петру обратились сборщики налога на храм, они спросили, «Не заплатит ли ваш учитель храмовый налог?» «Да, заплатят», ответил Петр. Когда он вошел в дом, Иисус встретил его вопросом, «Симон, как ты думаешь, с кого земные цари взымают налог или подать? Со своих сыновей или с чужих людей». «С чужих», ответил Петр. «Значит, сказал Иисус, сыновья свободны. Но чтобы не оттолкнуть понапрасну этих людей, ступай к морю и закинь удочку. Возьми рыбу, которая попадется первой, открой ей рот, там найдешь ты монету в четыре драхмы. Возьми ее и отдай им за нас обоих». «Откры своими Tages и … подой дых